Добрый день, с вами я, Елизавета Косикова, ведущая ежедневных новостей из варнинской студии ItGlo. В бельгийском городе Брюге был открыт первый в мире пивной трубопровод. Трубопровод начинается, как предполагается, в пивоварнии в почтенной Дихальвиман, имеет длину 3300 метров и может доставлять 4400 литров пива в час. Но, увы, трубопровод не проведен к городским квартирам и также ни к павам и ресторанам. Вместо этого он заканчивается в разливочном заводе пивоварнии. Из-за того, что пивоварня была основана в 1856 году в центре города Брюге, сам главный объект не мог быть расширен, зато был построен новый завод по разливу напитков вне города. Как и следовало ожидать, проект расшевелил фантазии жителей Брюге и привел к большому количеству шуток. Например, одна иллюстрация с текстом «Количество археологов-любителей в городе внезапно резко увеличилось» показывает людей, копающих ямы в их подвалах, чтобы добраться до подземного трубопровода. Прежде чем было завершено строительство трубопровода, тяжелые грузовые цистерны должны были везти пиво каждый час через узкие улочки центра Брюге, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот почему мэр города в сотрудничестве с собственником пивоварнии Ксамьером Ванесты, чья семья управляет пивоварней в течение шести поколений, первым предложил строительство пивного трубопровода. Стоимость амбициозного предприятия была больше 4 миллионов евро. 10% стоимости было получено с помощью онлайн-кромфандинговой кампании, запущенной в июле 2015 года. Каждый пожертвовавший деньги был пожизненно награжден пивом в пропорции с его пожертвованием. Строительство трубопровода началось 14 декабря 2015 года. Итак, будем надеяться, что никто из этих археологов не будет копать дыру для разлива пива. Это все на сегодня, но если вам хочется узнать больше, мы ждем вас на нашем сайте e-glo.ru. Спасибо за просмотр!